Владимир Владимирович, вот вы только что говорили о значительном расширении военного присутствия в зоне конфликта в Сирии у нас и С-400 и всё. Опять вы про Россию, давайте хоть про народное хозяйство. Нет, про Россию, про Россию, не про Сирию. А сейчас санкции, нефть дешевеет. У нас не только санкции, но и кризис. Скажите, пожалуйста, а у России ресурсов хватит на всё это? Это ведь не только на военные операции, на увеличение военного присутствия, на выживание. Плюс тому и другие проблемы больше, чем достаточно. А ресурсы – это не только деньги военные. У меня сейчас вспомнилось это крылатое выражение – войну легко начать, а тяжело закончить. Мы АА войну не начинали. Мы проводим отдельные операции с использованием наших ВВС, космических сил, систем ПВО на бюджет. Часть средств, которые мы планировали на обучение и на военные учения, прошу прощения за похожие слова, мы просто переориентировали на операции наших ВКС в Сирии. Там нужно кое-что добавить, но это не имеет абсолютно никакого существенного значения для бюджета. Вы понимаете, что у нас проводятся масштабные учения. Чего только стоит учение «Центр Восток-2015». Тысячи людей задействованы, тысячи перебрасываются с одного театра на другой, сотни летательных аппаратов и так далее. Мы просто часть этих средств направляем туда, для проведения операций в Сирии. Лучшего учения трудно себе представить. Поэтому мы, в принципе, достаточно долго можем там тренироваться без существенного ущерба для нашего бюджета. А что касается других составляющих, то да, здесь вопрос поострее, я имею в виду решение экономических задач, которые перед нами стоят в целом. Ну, примерно то, что нам нужно делать и как мы это будем делать, мы знаем, говорим об этом публично. И здесь что можно сказать, если вернуться к экономике, то здесь, конечно, нам нужно заниматься, я уже сказал, по-моему, об этом, импортозамещением. И не только дело в самом импортозамещении как таковом, а нужно переоснащать нашу экономику, повышать производительность труда, улучшать деловой климат, обеспечить платежеспособный спрос населения. Это тоже один из элементов экономического драйва. Нужен целый набор мер, которые правительство публично объявило, осуществляет. И мы будем это делать.